Друзья, привет всем! С вами Ирокез, и сегодня у нас Такас, PUBG Mobile и самая сильная AR-винтовка, которую вы можете найти в Airdrop, а именно Гроза. Но, естественно, такой игрок с таким сильным оружием набил крайне много фрагов. Располагайтесь поудобнее, как всегда. Запасайтесь какими-нибудь вкусняшками, ведь мы, дорогие мои друзья, начинаем! Так, смотри, вот так сейчас становишься и лайк прям ставь, да, вот такой лайк прям, красава, да, да. Эй, слушай, а не много мы им денег отдали? Сто тысяч долларов-то? А, чё, да нет, это ж копейки, мы шейхи, у нас очень много денег. Да откуда они у нас вообще берутся? Как-то откуда? Конечно же от наших друзей 1Х, самых быстрых и самых надёжных. Я в закрепе промоход видел Ирокез, только по нему можно получить до шести с половиной тысяч бонусом. А ты спрашиваешь, откуда? Практически каждую свою рекордную катку Такас начинает с данных контейнеров на Жоржике. Это, кстати, довольно распространённая и грамотная стратегия, если вы хотите немалое количество делать фрагов, ну и, в принципе, неплохо отыгрывать на паблике, то лучше выбрать себе какое-то одно место и постоянно на нём играть, если у вас есть терпение и если не надоест. Вы начинаете узнавать какие-то детали, фишки этого места, какие-то укрытия, о котором не знают другие игроки, какие-то места пекания. Вот, например, я часто играю на Paradise Resort на Саньке. Я там знаю некоторые места, откуда можно выглядывать, которые, в принципе, естественно, абсолютно легальны, но при этом соперники не знают этих точек и из-за этого можно получить небольшое преимущество. Здесь примерно такая же система. Такас отыгрывает очень часто данные контейнеры, знает, как здесь двигаться, как здесь себя вести, и за счёт этого не рашит, где не нужно, и, наоборот, занимает грамотные позиции, когда этого требуется. Нашёл себе UMP плюс SKS. Су-3x прицела настреливает очень больно по стартовым каким-то типам. Это, как вы можете заметить, соло против сквадов, потому что данный человек нокает игроков, но он всё-таки играет один. Ну и настреливает довольно-таки больно по разным отрядам, которые его окружают, и вынужден из-за отсутствия патронов на UMP брать SKS-ку. Довольно рискованное решение из-за того, что в ближнем бою всё-таки можно не перестрелять оппонента, и патроны в рожке из 10 штук может кончиться, но здесь, обратите внимание, сыграл очень грамотно, настрелял в левую пяточку, в носочек, в еле видную щелку с помощью 3x прицела по данному челу и спокойно его забрал. Меняет себе SKS на SCAR-L, и теперь будет, скорее всего, отыгрывать преимущественно с ним, но UMP-шку оставит на пока что, хотя нет. Берёт свой любимый калаш, он очень часто играет с данной пушкой, и, в принципе, предпочитает оружие на семёрках, так что сейчас мы увидим уже развал с АКМа. Немного подлутавшись, услышал перед собой соперника, очень больно настреливает с мушки, тип сразу же убегает, постоянно пытается как-то дёргаться для того, чтобы быть готовым к выходу оппонента, и здесь оказался его тиммейт, который попытался прийти на выручку, но не нанёс никакого урона Такказу. Тот настрелял с АКМа полностью, высадив весь рожок, перешёл на UMP, ну и, естественно, когда есть возможность, то, опять же, использует АКМ в ближнем бою. Казалось бы, да, ПП-шка, наверное, даже чуть получше, но не настолько. Вот всё-таки АР винтовки, они супер универсальны, всегда можно вот так развернуться, всегда можно перестрелять какого-то человека, который резко появился на дистанции, и поэтому выбор данной пушки более чем оправдан. Ну и здесь сделал уже 6 фрагов, этого достаточно для хорошего старта, но замечает человека, который пытался резнуть своего тиммейта, забирает его, плюс ещё его друзей, и это сразу плюс 3. Девяточка, фулл Т3 сет, помимо этого, немножечко амуниции, прицелы, надо бы ещё найти себе каких-то хилочек и побольше патронов на АКМ, и можно выдвигаться уже в другие локации, но берёт себе Скар для подстраховки, ну, в общем, сетап более чем рабочий, вполне стандартный для PUBG Mobile, поэтому сейчас ещё немного подлутается и будет выдвигаться. Здесь какие-то ребятки вызвали BRDM, и Такас решает не давать им подобного преимущества. Настреливает по нему, пока тот летит в воздухе, по идее урон проходит, и можно как-то его накосать, не знаю, можно ли взорвать, но тем не менее, если получится, то это вообще будет крайне неприятная тема для игроков, которые его вызвали. В скваде он довольно-таки прочный, то есть нужно высадить вот где-то рожков 5, при этом с полными попаданиями для того, чтобы полностью взорвать этот BRDM, и Такас пытается это сделать, ложится для того, чтобы лучше настреливать и контролировать отдачу, но, похоже, похоже, не взорвал. Но, тем не менее, на консул, я уверен, очень даже сильно, поэтому, если данный транспорт будет проезжать рядом с ним, то вполне вероятно, что он может успеть за один рожок с АКМа что-либо с ним сделать. Насматривает в сторону BRDM, ищет людей, которые могли как-то подойти, которые как раз-таки должны занимать данную тачку. Да, кто-то забежал, он это прекрасно видел, и продолжает, продолжает наспреивать в него, но пока недостаточно качественно. Обратите внимание, какой флэрган красочный, не знаю, это у него какая-то своя цветовая схема, или просто он так красиво выглядит в мобайле. Очень круто, и мы видим, что BRDM уже дымится, можно попытаться его взорвать. Сейчас уже как раз-таки где-то несколько пулек нужно для того, чтобы это сделать, но тут уже, мне кажется, упреждения недостаточно качественные, и нужно было стрелять чуточку наперед, но отделался, отделался легким испугом. Ну и для сбора еще большего количества фрагов приезжает в рожок. С помощью 6Х прицела не был готов к тому, чтобы прям сразу же настреливать по данному человеку, и все равно, все равно вышел и грамотно все сделал. Сам теперь вызывает флэр-дроп, а не BRDM в свою сторону, и только что забрал себе 11-й фраг. Вполне вероятно, что раз этот игрок был соло, то может быть рожок даже пустой. Скорее всего, сейчас ТК займет какой-то дом, может быть, даже лучше с крышей, для того, чтобы качественно контролировать местность, дождется своего дропа, и только потом уже будет продолжать агрессивно отыгрывать. Вот тут иногда у него проскальзывают, знаете, вот эти вот лежачие настроения. Иногда вот он залазит в дом, принимает решение полежать чуть-чуть, посмотреть, где что происходит, но быстро у него это проходит, и снова начинает агрессивно отыгрывать то, чего мы все, конечно же, так, дорогие мои друзья, ждем. Ну и специально прокатывается, может быть, подготавливая себе почву для как раз уезжания отсюда, но вполне вероятно, что нет. Действительно зачекал с помощью транспорта остальную часть рожка, заметил человека, которого тут же задавил, у него пытаются состилить его честно заслуженный фраг, именно поэтому он добивает данного человека, и здесь еще как минимум два игрока, которых только что было слышно. Первого он замечает отличная стрельба со Скореля, просто все в точку, летит с 6х прицела, очень четко зажимает по данному типу, и нужно найти его тиммейта, который тоже должен быть где-то рядом. Вполне вероятно, что они также просто подсосались на флэрдроп, хотели что-то с ним сделать, но пока этого, естественно, не получилось. Такас был готов к подобным движениям, к подобным ум, и сам вышел первый на данных типов, не стал дожидаться, пока они попытаются его закрыть. Услышал человека за стеночкой, выходит на каком-то приофе, этот челочканул, он поднял своего тиммейта, но тиммейт был недостаточно отхиленный для того, чтобы пытаться воевать, и просто стоял с аптекой, тот дотикал, он нокнул еще одного, и походу сейчас добьет, ну и непонятно, где тогда еще тиммейт этих челов. Видимо, как-то отстал, а может быть, просто решил убежать. У нас Ауг в трупе данного человека, будет ли менять Скорель на него, конечно же, конечно же, будет, дорогие мои друзья. Тоже очень сильная, очень мощная пушка, за счет быстрой скорости полета пулей, и отличной, отличной стрельбы, отличного спрея, можно наваливать на любую дистанцию. МК-14 и гроза. Если честно, то это, наверное, дроп мечты, и я бы брал и то, и то, оставил бы Ауг где-то лежать, потому что, ну блин, какие же это сильные пушки, но все-таки Таказ решает играть с обоими АР-ками. Ауг он будет использовать на какой-то дальний бой, грозу, естественно, на ближний, ну что, в принципе, логично. Садится в свою новогоднюю тачечку, такую рождественскую, и сейчас просто станет она колесницей смерти, потому что он будет искать себе всех врагов, которые остались на карте, а осталось их не так уж и много, 25 человек, и просто, просто уничтожать каждого. Да, слышно сейчас небольшие шажочки от этого человека, немножечко, немножечко не успел. Интересно, будет ли он сам выходить на Таказа? Нет, Таказ уже идет первый, пытается развалить этого типа, с помощью третьего лица на Чекл выходит с префа, не получается, данный тип немного не выждал, нужно было выйти на секунду раньше, тогда, может быть, задамажил бы, но уже получил больно по ХП, еще и мотоциклу досталось, такой, усюка, я не знаю, кто ты, но я тебя постреляю. Ну, бывает, бывает, на эмоциях, видите, все-таки, видимо, человек прям супер погружен в игру, хочет постоянно, постоянно куда-то стрелять, наваливать, ну и подумал, что это соперник, бывает, почему бы нет. Приходят друзья данного чела, что, естественно, ошибкой выходить по одному, на Таказа, тем более, с Грозой, очень-очень неграмотно сыграл, ну и за это поплатился сразу же жизнью. Нокнутый чел все еще лежит, решил немного подлутаться пока, есть возможность, не знаю, зачем, думаю, что этих патронов ему хватит до конца игры, но, тем не менее, соперники все еще здесь. С помощью кнопки свапнул себе прицел на 6Х, на ту самую Грозу, и пытается, пытается понять, где же, где же находится еще один друг нокнутого им человека. Прокидывает гранату, сейчас посмотрим, насколько точно, нет, ну, понятное дело, что в окошко попал, но попал ли по человеку, который там находится, это вряд ли. Кидает еще одну, слышит здесь шаги в данном доме, скорее всего, думает, что он на верхних этажах, может быть, даже вот на выходах к крыше, и, может быть, даже здесь не один человек, а сразу два оставшихся из последнего сквата, да, кто-то там топает, мы видим шажочки на мини-карте, ну и, опять же, аккуратно выходит на лестницу, здесь какая-то стрельба, непонятно, что за стрельба и что вообще происходит, но 16-й человек дотикал, как раз-таки выходит, выходит на него этот парень, такас, опять же, не получает никакого урона, с помощью префов настреливает, и постоянно держит соперника в напряжении, даже не видя его, пытается стрелять для того, чтобы просто враги не понимали, где он ходит, какие-то звуки не могли сопоставить между собой, да и, в принципе, слышали выстрелы, нервничали, и, как вы видите, это более чем работает. Это 18 фрагов, при этом только что разложил весь скват, не получив никакого урона, и вообще не задамажившись ни одной пулькой, и почему-то не подбирает масхалат, может быть, решает, что для него это слишком легко, или решил оставить себе свои красивые скины, все-таки не зря он их покупал, да, не зря тратил на это большое количество денег и ресурсов, забрал, кстати, патроны с авика, чтобы они не достались никому, правильно, разумная мысль, если вы не берете АВМ, ну и тут вообще что-то, АУК, М249, АВМ, который он себе все-таки решил подобрать, ну и уже с таким дроповским сетапом, покидает рожок, замечает людей, которые пытались его сбить, не получается у ребяток, двое игроков, которые просто вышли на него, казалось бы, прям в упор, но ничего с этого не получилось, опять же, не нанесли никакого урона, благодаря его мансам, и благодаря агрессивному отыгрышу, здесь еще пацаны заехали за хатку, слушайте, здесь какая-то фрезеровочная станция организовалась, где машины вошли друг в друга, у них какое-то совокупление, они не знают, чем вообще заниматься, идут искры, так асно стреливают по еще одному человеку, делая 21 фраг, что-то непонятное происходит, тачки почему-то не взрываются, я бы уже на месте данного игрока просто бы отъехал, потому что, ну и нахрен, какая-то страшная вещь происходит, но только что мы видели небольшой фейерверк, и какие-то непонятные вещи в PUBG Mobile, бывает, бывает и такое, дорогие мои друзья, будьте осторожны, не позволяйте своим машинкам входить друг в друга, скажем так, поэтому держите их на коротком поводке, подъезжает под шелтер, и замечает человека, который лежал в траве, это была его критическая ошибка, потому что, ну, зачем, дружище, вот и получил с грозы крайне больно, если ты думал, что тебя не заметить, то нет, ты довольно-таки видный, и, в принципе, тут еще и рядом дроп лежал, так что лежать было совершенно неразумно, проверяет лестницу, еще решает немножечко забуститься, вот эта лестница с третьего лица, супер читерная, нужно очень быть осторожным, когда здесь находится соперник, так как он видит абсолютно все, в любой момент может выйти воспикать, но при этом, естественно, самого этого соперника заметить просто нереально, но все-таки Такас понимает, что здесь уже он большее количество людей развалил, если кто-то и приедет на дроп, то он их также встретит с грозы, как мы это видели с предыдущим транспортом, поэтому стоять и просто нюхать трусики на лестнице, это явно не для него, так что он решает подъехать на тачке, может быть, к дропу, может быть, обновить свою амуницию, хотя нет, у него и так целый фулл Т3, поэтому ему вообще ничего из данных вещей не требуется, и дальше нужно ехать, собирать урожай из фрагов, всего лишь 12 игроков осталось, и по-хорошему бы забрать всех их, то есть 11 соперников, можно сделать в теории 34 фрага, давайте же посмотрим, сколько из этих человек он упустит, да и может быть вообще не возьмет топ-1, кто знает, почему бы нет, сейчас все выясним, прокинул какой-то смог, непонятно, почему-то он у него висел в строке состояния, ну да ладно, и естественно думает, что раз призан в зоне, то здесь должны быть какие-то игроки, слышно транспортное средство, которое подъезжает, но он становится аккуратным для того, чтобы его сначала не видели, но не успел, не успел хорошо принять уазик, он подъехал к нему в неправильном ракурсе, но пацаны остановились, так, хорошо, три человека против него, настреливает очень больно по первому, дает хедшот, очень-очень болезненный, второй тип вообще, вышел супер открытый, это была крайне большая ошибка, против Токаза нужно было пикаться так, чтобы торчала только голова, нокает еще одного, и это четвертый парень, 27 фрагов только что разобрал, спокойно, целый схват, который приехал на уазике, но здесь, сами пацаны виноваты, выходили по одному, выходили неграмотно, очень нечетко, при этом еще и, пытались, как бы, поднять своих, когда всего лишь один соперник, нокнул одного человека, ну, в общем, в общем, не качественно сыграли, не тимплейно, ну и Токаз, естественно, этим воспользовался, на агрессии, подошел, зарашил, развалил с грозы, которая просто показывает, идеальный урон, ну и, понятное дело, не оставил, никому не шанса, 7 человек осталось, уже получается, упустил одного, 34 не получится, решает проткнуть колеса, своему автомобилю, на котором подъехал, чтобы никто им больше не пользовался, правильно, слишком красивый скин, для этих плебеев, замечает, одного из игроков, который спрятался от него, под камень, тип выходит не с той стороны, с которой выглядывает, Токаз пытался по нему настрелять, но этого также не получилось сделать, 29 фрагов, всего лишь двое игроков, которые, опять же, совершенно не попадают по этому парню, за счет его постоянной смены позиций, за счет просто обычного камня, вокруг которого он вот так вот оббежал, и, вообще, сколько, сколько ему нанесли урона в этой катке, друзья, вот вы, можете посчитать, кому интересно, по-моему, он особо даже аптек не юзал, то есть, там может, ну, одну, две, в общем, данному парню, при условии, что он уже встретился с практически 30 соперниками, можно особо-то хилы не иметь, он спокойненько себе бегает и наваливает типов, то, что я говорил про эту лестницу, только парень занял неправильную позицию и дал к себе подойти, нужно стоять прямо на самом-самом кончике, чтобы видеть вход, а за счет того, что этот человек стал как раз-таки чуть ниже, он не видел ничего, подошел, точнее, позволил подойти к себе врагу, и так, естественно, этим воспользовался, тоже небольшая ошибочка, здесь еще один сольник, который дает так, за 31 фраг, и тот остается 1 в 1, но похоже, что будет не 34, а 32, но сейчас, может быть, он решит включить и битсу, и не взять топ-1, остаться на топ-2, как-то тоже самому поошибаться, берет транспорт для того, чтобы как-то выйти из шелтера, тем более пройти в зону, но и тут мне сейчас нужно, кажется, нужно просто кататься, хотя вот он занимает башню магов, не знаю, если здесь сидит человек, то могут быть проблемки, нет, никто не сидит, все хорошо, решает взять самое укрепленное укрытие на данной карте, единственное место, где можно, в принципе, запереться в стенах, и чекать, смотреть, единственное здание, ну и просто, просто выжидает, просто смотрит, где же последний соперник, решает сыграть прям максимально на верочку, ложится, такой выкрысивая, такой усюка, где же ты, и вон, его только что было заметно, но я думаю, что это суперпростой парень, да, такас встает, решает как-то даже поменять позицию, выглянуть не совсем с обычного угла, не знаю, зачем вообще, там его было прекрасно видно с окна, но все-таки видел, и понимаю, что человек, скорее всего, спрятался за этим деревом, так что разыгрывает гранату, скорее всего, сейчас просто его убьет, да, отличная хаешка, и этот 32 фраг, очень легко, топ-1, 32 убийства с грозы, и при этом, действительно, вообще не получая практического урона, разваливал целые сквады, надеюсь, данный ролик, дорогие мои друзья, вам понравился, если же это было так, то вы можете поставить лайк, и подписаться на канал, я скажу, большое спасибо, ну и конечно же, желаю вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, удачи, и до новых встреч, а следующее видео, уже совсем скоро, отец. Пока. erta. lysهاste.